Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я из Железногорска, Курской области. Это мои воспитанники и Вика. Мой успех – это мои воспитанники. Мои воспитанники – это моя гордость. Они жизнерадостные, уверенные в себе, ребята. До знакомства с проектом «Книга Бомб» мы были активными участниками игры 4D. Но в тяжелое время пандемии познакомились с проектом «Книга Бомб» и решили в нем участвовать. Вот, например, Тимофей снял два буктрейлера. Какие-то Тимофей снял буктрейлеры. Ваш след под кроватью и упрямый котенок. Молодец! Такие замечательные буктрейлеры. Они очень понравились всем. И Вика. «Лягушка-потешественница» и «Золушка». И «Золушка». Замечательные такие два произведения. Вот. Всем очень было интересно. Дети наши радовались, когда мы показывали им. Еще мы недавно познакомились, это было в августе, с Еленой Ермоловой, писательница такая, детская. Она предложила поучаствовать в конкурсе. Мы с ребятами, естественно, быстро согласились. Ой, забыла еще сказать. У нас еще участники были. Были и есть. Сонечка, которая у нас отдыхает в Москве, тоже сняла два буктрейлера. «Козел Мефодий» и... Ребят, подсказывайте, какой второй? «Мой Дадыр». И самая маленькая наша участница, это Полиночка, сняла «Красную шапочку» и «Карусельные лошадки». Вот. Что хочу сказать по Елене Ермоловой. Она предложила нам поучаствовать. Ребятки, мы быстренько с ребятами согласились. Вика сняла два буктрейлера по ее сказкам, да? Какие, Вика, ты сняла? Зайчонок. «Солнечный зайчик» и «Подружка тень». А Тимофей? Двадцать лет под кроватью? Нет, 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 по Елене Ермоловой какие-то снимал. «Подружка тень». «Подружка тень». И опять же, не только сам, а его брат, старший брат, тоже снял. Они сняли по одному буктрейлеру. Вот у нашей копилки сколько много буктрейлеров. Вот. А еще наши ребята рисовали иллюстрации. Десять человек приняли участие, нарисовали рисунки, подарок для друга. Отправили на проект «Нигабум». И они нам предложили, Виктория нам предложила, чтобы родители озвучили эту сказку. Согласились Викины родители, да, озвучивать сказку. Кем ты, Вика, была? Зайчика. Зайчика озвучивала. А мама? Ведущий. А папа? Я. Кому озвучивал? Ёжика. Вот. И стали, отправили тоже в книгобум и стали ждать свою электронную книжку. Все участники получили благодарности от писательниц, получили благодарности с личной подписью писательницы Елены Ермоловой. Спасибо за внимание.